Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Довидогу. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Здравствуйте! В прошлой программе мы говорили о Каине, о его жертве, и пришли к выводу, что остались еще в этих текстах некие изюминки, которые мы, в общем, не смогли в силу недостатка времени, не смогли предложить нашим зрителям. Сергей Николаевич, вот что именно еще в текстах четвертой главы «Бытие» осталось важного? О чем нам нужно поговорить? Вообще, основная проблема, которую хотелось бы осветить и понять, что происходит, почему все-таки Каин убивает своего брата. Но для этого надо вернуться немножко раньше. Вот мы читаем в начале четвертой главы. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала». Вот здесь есть некая проблема. В чем проблема? Проблема в том, что Ева что-то говорит. Ну, то есть, дело не в том, что женщина не должна говорить, а в том, что она продолжает примерно ту же самую ошибку, которую она совершала в третьей главе. И вызвано это тем, что ту же самую ошибку совершает Адам, которую он совершал ранее. Что делает Адам? Ничего. А что он должен был делать? Адам должен был быть священником в семье. Адам должен был быть представителем Бога в семье. Мы знаем из библейской истории о том, что имя, вообще имя человека, оно важно. Оно является не просто, вот как мы сегодня привыкли, ну, как-то человека надо называть, да, вот давайте назовем его там Саша, Дима, Вася, и даже часто не знают, что это значит. В Библии мы понимаем, что имя, оно всегда означало судьбу человека. В некоторых случаях Бог сам или меняет имя человека, или заранее говорит, как ребенка, который родится, родители должны назвать. То есть, например, когда речь идет о пророках, да, или о самом Иисусе, родителям Иисуса было сказано, как его назвать. Родителям Иоанна Крестителя было сказано, как его назвать. Бог меняет имена Авраама, да, Сары, Иакова. То есть, имя — это что-то очень важное, значимое. И, по сути дела, вот эта роль, прерогатива даже, можно сказать, давать имя, она принадлежит Богу. И Бог этой привилегией, он делится с мужчиной. Мы это видим... Ну, то есть, иерархия все-таки есть. Мужчиной, который как бы является представителем Бога в своей семье, который является священником, мы это видим в том, что человек участвует в назывании животных. То есть, во второй главе «Бытие», когда Бог образовал из земли животных и птиц, он приводит их к человеку, чтобы человек их назвал. То есть, человек, он участвует в творческом процессе, он дает имена животным, то есть, по сути дела, определяет их характер и их судьбу. Ну, справедливости ради, он это делает тогда, когда Евы-то еще нету. Да. Ну, собственно говоря, вот единственное полезное дело, которое человек сделал, он сделал до появления Евы. После этого, собственно говоря, Адам молчит. И мы видим, что со змеем разговаривает Ева. То есть, змея, он вот как-то так обходит Адама, он сразу обращается к Еве. И, по сути дела, последние слова Адама, которые он произносит вообще в Священном Писании, это обвинение в адрес своей жены. То есть, он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И после этого... Ну, тут даже не столько в адрес жены, а самого Бога. Ты мне дал ее, а она вот так. Но, тем не менее, как бы вот виновата жена. И после вот этого обвинения в адрес и жены, и Бога, больше мы не видим ничего, что Адам бы говорил. Ну, вот он имя еще жене дает. И дальше он молчит. И Ева берет на себя роль Адама. То есть, она называет Каина, и она же изрекает, ну, как бы свое видение того, кем он должен стать. И дальше, если забежать немножко вперед, мы видим, что после всей этой истории с Каином, с Авелем, с изгнанием Каина, что происходит? Вот 25 стих 4 главы. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла, снова она, нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». То есть, даже вся эта история с Каином и Авелем, она ничего не изменила. То есть, Ева, она продолжает брать на себя роль Адама, потому что Адам бездействует. И, в общем-то, это некая модель, модель семьи, ну, скажем так, неправильная модель семьи, порочная, испорченная грехом модель семьи, которая транслируется на всю историю человечества, когда мужчина, который должен брать на себя вот эту, ну, скажем так, роль Бога в определенном смысле в своей семье, он от этой роли отказывается, он дает какую-то слабину, он молчит, он не берет на себя ответственность, и эту ответственность берет на себя женщина. И эта история показывает, что это неправильно. Знакомая история. Очень знакомая. Особенно сегодня в семьях оно очень часто покажется. Не только сегодня, мы видим даже, допустим, в той же истории семьи Авраама и Сары, где тоже Сара... Я просто к тому, что сейчас это еще более проявляется, то есть свобода, с одной стороны, семьи часто распадаются, и получается, что как раз женщина, жена и остается опорой всей семьи. То есть она вынуждена принимать решения. Да. И мы видим, что это началось в самом начале земной истории. И в этом была определенная проблема. И мы в прошлый раз уже говорили о том, что Каина воспитывали как мессию. И у него вот эта всю жизнь, то есть мама, которая взяла над ним опеку... Женская воспитания. Да. Она говорила, ты, ты самый, ты лучший, ты будешь и так далее. И когда происходит вот эта история с жертвоприношением, Каин, он взбешен. И дальше происходит интересный момент. То есть мы увидели, что вот эта вот модель отношений, которая была у Адама и Евы, она повлияла на вот эту всю историю. Авель, выходит, как бы он... Ему особо внимания не уделялось. И он, будучи младшим, таким вот практически изгоем, пастухом овец, у него более тесная связь с Богом. Очень похожая история, кстати, на Давида, который тоже где-то вот бас овец, и даже отдельно от всей своей семьи. И даже его не позвали, когда вот звали всех сыновей. Но, тем не менее, именно он оказался избранным, потому что у него была тесная связь с Богом. И вот Бог обращается к Каину. Каин сильно огорчился, да, или как правильно, сильно разгневался, и упало лицо его. То есть упало лицо его, это здесь, ну, тоже как бы, такая метафора, да. И Бог дальше в своем обращении к Каину, он обыгрывает эту метафору. То есть лицо, опущенное вниз, да, упавшее, как символ печали, грусти, или того, что у человека как бы что-то его гнетет. И даже не просто обида, но грех. И поднятое лицо, как символ того, что человеку нечего скрывать. И вот Бог здесь говорит, 6-7 стихи, «И сказал Господь Каину, почему ты разгневался, ну, сильно разгневался, и почему поникло или упало лицо твое?» То есть он описывает его состояние, он пытается как бы задать вопросы, то есть чтобы тот понял. И он говорит, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. То есть такой вот немножко замысловатый оборот, в котором Бог показывает. Если ты делаешь что-то доброе, то лицо у тебя поднятое. Тебе скрывать нечего. Тебе скрывать нечего. А если не делаешь доброго, то какое лицо будет? Упавшее, опущенное. Какое оно у Каины есть? То есть это уже описанная ситуация, что у него лицо опущенное. То есть Бог как бы так немножко завуалированно, он говорит, что ты не делаешь доброго. Вот в данный конкретный момент ты совершаешь что-то плохое. А что должен делать доброе Каин? По сути дела, речь даже не о каких-то конкретных действиях. Речь о том, что у него на сердце. То есть он не должен был гневаться. То есть то, что он сейчас делает, он гневается. Это не доброе, которое он совершает. И это является следствием вот этой его гордыни, следствием его обиды. И Бог, понимая, к чему это может привести, он вмешивается здесь и говорит, у тебя есть сейчас грех. И он говорит, если не делаешь доброго, а он действительно не делает доброго, то у дверей грех лежит. Или, если более корректно, у ворот жертва за грех лежащая. То есть вообще говоря, ты гневаешься, и ты уже сейчас в своем гневе согрешил. И с этим что делать? Как избавиться от гнева? Это принести жертву. Ну вроде как-то я и так считаю себя несправедливо обиженным. А тут еще я должен принести жертву и раскаяться в том, что я обиделся на то, что меня не приняли. Все правильно, потому что основная проблема это гордыня. И Бог понимает, и все понимают, что если человек не победит свою гордыню, то гордыня победит человека. И Бог пытается привести Каина к смирению, что ты должен сейчас признать, что ты неправ. Ты должен отказаться от своей гордыни. Ты должен смириться, принести эту жертву. И тогда, то есть Бог же, Он не просто говорит, ты сделаешь плохое, давай, как бы, кайся. Бог предлагает, Он говорит, что дальше будет. То есть Он говорит о том, каким положительным последствиям это может привести. И об этом остальная часть стиха. И вот это вот самая непонятная, наверное, вообще фраза во всей четвертой главе. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Кто влечет? Если правильно немножко прочитать, то есть тут чуть-чуть перепутано, к тебе влечение его, и ты будешь господствовать над ним. То есть чуть наоборот. Если мы перевернем страничку назад, в 16 стих 3 главы, мы увидим, как Бог обращается к Еве практически с точно такой же фразой. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». То есть Бог ровно цитирует, просто меняя местоимение, ту фразу, которую Бог говорил Еве об ее отношении с Адамом. То есть что такое влечение? Влечение – это некая зависимость человека, какое-то стремление, порыв души, можно так это назвать. То есть нечто же, вот Еву тянется к Адаму, у нее есть определенная от него зависимость. И Адам должен господствовать над нею. Каким образом господствовать? Так, как Бог изначально повелел человеку господствовать над землей, над рыбами, над птицами и так далее. То есть созидательное господство, господство, которое приводит к благополучию, приводит к развитию и так далее. То есть он говорит, вот Ева, у тебя есть какое-то тяга, духовное влечение к Адаму, у тебя есть от него зависимость. Это правильно, это нормально. И он должен созидательно господствовать над тобой. И теперь, то есть речь идет об отношениях двух людей, очень близких людей. И теперь Бог ровно эту же фразу говорит Каину. Он говорит, что у кого-то, неназванного, есть вот это влечение, тяга, зависимость от тебя, и ты будешь господствовать над ним. Но поскольку тут всего два человека, получается... Получается, речь идет об Авеле. То есть Бог показывает вот этой вот ровной цитатой, слов из третьей главы, что у Каина с Авелем должны быть такие же отношения, как у Адама с Евой, в плане, ну как бы, Авель должен быть священником. Авель должен быть... Авель? Каин должен быть священником, Каин должен быть господином, Каин должен способствовать росту своего брата, и у его брата, у него действительно есть какой-то вот этот порыв, тяга, то есть он все равно видит в нем, ну, старшего видит в нем священника. И Бог обращается к Каину с вот этим вот призывом. Интересно, что мы видим. Господь обращается к Каину, и дальше после этого обращения идет фраза «И сказал Каин Авелю, брату своему». И стоит точка. Там не написано, что он сказал. Вот эта фраза «пойдем в поле», ее в оригинальном тексте нет. То есть, в чем смысл этой фразы? Смысл этой фразы только показать, что Каин поворачивается спиной к Богу и обращается к тому, о ком только что шла речь об Авеле. И он идет господствовать над своим братом. Но идет господствовать так, как он теперь это понимает. Еще одна интересная вещь – это то, что Каин говорит, «Разве я сторож брату моему?» Когда Бог спрашивает, где Авель. Вот это слово «сторож» или, по-другому, «хранитель». Оно же используется тоже по отношению к Адаму, когда говорится о том, что Адам должен возделывать и хранить сад. И, то есть, Адаму была поручена вот эта вот функция охранителя, хранителя и рая, и своей семьи, и в том числе и духовное охранение. Это же слово используется по отношению к заповедям, хранить заповеди. И теперь Каин, он не просто говорит, что я не слежу за тем, где находится мой брат. Он говорит о том, что я отказываюсь от роли хранителя. Я отказываюсь от роли духовного вот этого вождя. И таким образом, через вот эту реакцию свою, Каин, он полностью отказывается от своего призвания, разворачивается спиной к Богу и демонстрирует, как он понимает господство. И мы видим тоже, что это же стало символом того, как люди стали господствовать друг над другом во всей истории человечества. Силой, принуждением и даже уничтожением друг друга. Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересно, очень поучительно. Дорогие друзья, очень поучительно для каждого из нас. Какой силой, какой властью мы пытаемся самоутвердиться? И вообще, правильно ли, возможно ли самоутверждаться ценой порабощения, ценой унижения другого человека? Пусть Господь благословит вас. Ждем новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин